Всем привет! Меня зовут Виталик. И я хотел с вами поговорить на тему фэнтези. Все же читают фэнтези или не все? Ну я надеюсь, что среди тех, кто терпеть не может фэнтези, найдутся и те, кто этот жанр любит. Но в этом жанре, наверное, на данный момент очень много проблем скопилось. И я хотел бы поговорить с вами про фэнтези, которая снимается не кино, не сериалы, не то, во что мы играем, не комиксы, а про литературу. Литературный жанр фэнтези, прародитель всего и вся. Но я бы хотел поговорить не о хорошем, а как всегда о плохом, а о том, что лично мне не нравится, что меня раздражает и почему на данный момент практически все читать это невозможно, за редким исключением. И те, кто пишут фэнтези, по большому счету дискредитируют жанр. Почему я так думаю, сейчас, наверное, объясню. Начнем. Первое, что я вижу. Сюжет. Многие, садясь писать, считают, что раз они пишут фэнтези, то фэнтези можно писать как угодно, о чем угодно, вдумать все, что есть. Главное, главное, чтобы там были эльфы, гномы, воины, маги и все. А все остальное, ну, пишешь о себе, про себя любимого, какой-то супергерой и все отлично. Но, к сожалению, времена вот такого героического фэнтези прошли, потому что уже этим фэнтези, надеюсь, все наелись. Этого фэнтези было достаточно много, написано достаточно хорошо. И на данный момент все, что пишется, уже является повторением, копированием. Так вот, о сюжете. Многие, даже садясь писать, не удосужились почитать, что такое сюжет, какой он бывает, для чего нужен сюжет, зачем нужен сюжет, зачем следить за сюжетом, развивать действия в сюжете, зачем нужна фабула в сюжете. Многие даже скажут, зачем эти слова, ты садишься и пишешь. Ну, я не являюсь никаким не литературоведом, я не имею никакого там образования этого. Я сужу именно с такой диванной точки зрения, что если ты садишься что-то делать, то ты должен хотя бы это изучить. Изучить и понять, для чего это делается. Иначе, иначе получится ерунда. Почему считают, что сесть писать, это нужно только уметь писать. Ну, это то же самое, что повар умеет держать нож, человек умеет держать нож, уже будет поваром, хотя он вообще не будет ничего знать. Не, он что-то приготовит. Ну, вот именно, что он приготовит что-то. А врач, врач же тоже умеет писать и читать, да? Ну, не имея образования, что он сделает? Нет, он будет знать, где сердце находится, легкие там, печень и прочие органы. И все. Но ведь писатель это такой же повар, такой же врач, такой же слесарь, такой же рудокоп и все прочее. Писатель это такая же профессия, которой нужно учиться. Хотя бы, хотя бы знать базовые знания. Далее, что меня раздражает. Вот, я уже имею кое-какой жизненный опыт. Как-никак мне уже не 20 лет. И поэтому, что-то я уже в жизни своей повидал, что-то я знаю. Я уже имею какие-то взгляды на жизнь, я уже имею какие-то представления, устоявшиеся в ходе моей жизни. Вот. И многое из-за первого моего образования, моей работы, уже у меня не просто устоялось, а приобрело определенные черты. И я об этом уже могу с уверенностью говорить, потому что я знаю. Но, когда кто-то, садясь писать, пишет о том, чего не знает совсем и даже не пытался это изучить, но это немножко смешно. И даже не немножко смешно, а даже раздражает. Ну, вы бывало же сами читали, когда человек, которому, скорее всего, там не исполнилось и 20 лет, пытается философствовать о правильности жизни. И говорит нам такие умные вещи, что снег холодный и белый, вода мокрая и голубая, а небо синее. Ну, и солнце еще далеко, и оно горячее. Но это же все банально. Или пытается нам втирать еще разную дичь. Ну, это либо смешно, либо глупо. Следующее, что меня раздражает, причем очень сильно. Отсутствие в книге физики. Многие скажут, а зачем нужна физика в фэнтези? Это же даже не наш мир. Согласен, если это не наш мир, и там нету нашей физики, хотя физика, она, в принципе, везде должна быть единой. Но для этого и нужен магический мир, чтобы мы придумывали другой мир, в котором существует магия. Но в этом мире существует своя физика, свои законы природы, свои законы мироздания, свои законы существования. И эти законы должны быть. Иначе то, что придумает автор, будет просто не жизнеспособно и неинтересно. Зачем это нужно? Когда ты не понимаешь для чего, почему и как. Или же ты понимаешь все с первого раза, и тебе не смешно, не грустно, тебе просто неинтересно. Следующее. Автор придумал свою собственную физику, придумал правила. Вроде бы все хорошо, но из-за своего, так скажем, скудоомия, автор, не имея, как говорится, нормального развития сюжета в книге, он везде разбрасывает рояля. И сам же нарушает повсеместно правила игры. Но это тоже, опять же, становится банальным и неинтересным. Когда в голой степи из-за стены выезжает танк. Я такой неоднократно, да и вы, наверное, неоднократно, не наверно, а точно неоднократно читали, банальные повороты сюжета, банальности по спасению героя, приобретению им каких-то сил свыше, ну, это не стоит даже внимания. Следующее, что меня раздражает, ну, вот это уже раздражает, так скажем, иногда можно повеселиться. Это различные штампы, ляпы и очень там банальные плохие клише. Ну, скажите, да, клише должно присутствовать. Согласен, клише должно присутствовать. Клише, например, фантастика без клише определенных, не будет, ну, любой жанр без своих клише жанра не будет существовать. Но самые банальные штампы. Большой и сильный варвар. Ржеволосая, это, магичка. Там, девочка томная, загадная эльфийка, не такая, как все. О, задрала это уже. Это же, ну, это же читать вообще не стоит. Это же мусор. Зачем? Из этого выходит следующее. Непроизносимые имена. Человек, который всю жизнь прожил, например, в России, он не называет своих героев, там, именами, так скажем, греческими, православных, там, героев или что-нибудь с этим связано. Ну, почему, например, не назвать героя, там, например, Мишутка, да, там, Златослав, Всеволод. Почему иностранные писатели называют своими героев, там, Джон, Джон, там, Смит, Спок, Снок. Но у них имена все простые, понятные. А у нас же придумывают имена такие, что аж не выговорить, там, какой-нибудь Барбаха, Урвау, Лау, Роу. Зачем? Зачем писать о том, о чем ты не имеешь представления? Например, Толкин, выдумывая свои имена, он их не просто так выдумывал. Он их перерабатывал из имен киевских, скандинавских, древних, там, различных из легенды, да, выдумывал. У них каждый, у него каждое имя что-то значит. А спросите, а что значит? Ну да, оно что-то значит, но только для самого автора. Если ты там укопаешься даже, то ты не поймешь, что это значит. Потому что набор простых букв не является там составлением имени. Это, ну, большая ошибка. И опять же, я многие книги, которые брал читать, бросал только из-за того, что там были непроизносимые имена. Да, причем непроизносимые имена были не только у главного героя, а вообще у всех героев. Я даже сейчас не буду говорить про различные, так скажем, анахронизмы. Я не буду говорить о том, что, например, мне хотя об этом надо сказать. Вот месяц, сентябрь, да, часы, да, 24 часа. О чем это говорит? Это говорит о банальной лене человека пишущего. Почему, если он выдумывая собственный мир, пишет, что там часовой пояс есть, да, минуты есть, сентябрь есть. У них что, Римская империя была, что у них август, сентябрь, октябрь? А, это для того, чтобы нам было удобнее? И при этом у них героев зовут так, что не просто не запомнить, а даже я прочитать выговорить не могу, с трудом выговариваю. Ну и зачем это нужно? Следующее, что бесит. Непобедимость героя. Непобедимость героини. Все мужики, вот в женском фэнтези, это во многом, особенно сейчас, очень популярно в феминистическом. Все героини, героини, все мужчины, безликое серое масло, козлы и дебилы. Ёлки-палки, ну вы что? Что? Например, не знаете Урсула Легуин, которая писала книги, которая, слава богу, пока еще жива. Отличная фантастика. Женщина писала фэнтези. Получила много наград. Следующее, что очень-очень, так скажем, раздражает, это копирование и вторичность. Зачем это нужно? Почему вы пытаетесь написать в сотый раз Пластилина колец, в сотый раз Конан варвара? Почему вы пытаетесь написать все то же самое, что было написано про попаданцев? Про... Я вообще, кстати, не знаю, зачем про попаданцев писать? Попаданец был бы съеден, либо превращен в раба, либо убит. В первые же минуты появления там в чужеродном мире. Потому что выглядеть не так, одеть не так. Ну все у него нет, это не так. Защитить он себя не сможет, ничего он не сможет, по большому счету. И что с ними сделают? Ну что, либо съедят, если попадет к каникбалам, либо рабом сделать, либо там еще повезет, если сразу убьют, не будут мучить. Все. И вот это вот, вот это вот. Из книги в книги происходит. А что это такое? Ну, вторичность. Еще что бесит, когда ты садишься читать, и ты понимаешь, что ты это уже где-то прочитал. А еще лучше, ты это недавно посмотрел или поиграл. И бах, и оказывается, ты это... Человек тебе либо там Диабло там третий пересказывает, либо Игру Престолов посмотрел там серию и серию переписал. Вот, лично. Это, конечно, не все, о чем бы я мог сказать и поведать. Но, так скажем, малая часть того, чего убери из фэнтези, и будет гораздо лучше. Лучше написать плохое фэнтези, но свое, со своими мыслями и идеями, чем написать фэнтези вторичное, скопированное, и при этом такое же плохое. А хорошего, при всех вот тех вытекающих сослагательных, написать никогда не получится. Если вам понравилось, комментируйте. Мы можем с вами пообщаться на эту тему, и я бы хотел пообщаться. А также смотрите интересный канал для умных людей, литературный проект Игра Слов. И подписывайтесь на него, как это сделал я. Всем пока! Продолжение следует...